И я хочу вам рассказать о том, какие инструменты вам пригодятся в работе. Для работы с войлоком не нужно ничего особенно сложного. Вы увидите по ходу, что очень многие вещи у вас и так есть дома. И не так уж много придется специально покупать. И все расходники, материалы вот такие именно рабочие, они стоят для войлока очень-очень недорого. А многие вещи можно приспособить действительно просто из домашнего обихода. Что-то вы даже выкинуть хотели, а вот можно использовать. Во-первых, войлок бывает разный. Есть так называемый needle felting или фельдцевание. Это сухое валяние. Это когда шерсть сбивают специальными иголочками для валяния и делают, допустим, очень красивые украшения. Делают игрушки. Это отдельный раздел валяния. Есть очень хорошие мастера. Я, если захотите, потом вас с ними познакомлю. Это сухое валяние. Мы с вами сейчас говорим о войлоке, который дает полотна, ткань, из которого можно делать одежду, интерьерные объекты. И это мокрое валяние. В английском языке это называется словом felting. То есть это когда войлок, волокна шерсти сваливаются с помощью воды и мыла руками. Это более тяжелая физическая работа. И если не знаешь, как правильно технологически подойти к этому процессу, можно, честно говоря, сорвать себе руки, плечи, спину и все что угодно. Когда понимаешь алгоритм действий, когда уже нормально разобрался теоретически, на практике, я вас уверяю, все совершенно не так страшно. И я вам дам посмотреть вебинар в бесплатных записях, как вообще избежать проблем. Ну начнем, ладно, теперь уже о том, что используется для валяния. Начнем с воды. Вода. Обычная вода из-под крана. В принципе, я вообще не валяю с горячей водой. Я использую воду обычной комнатной температуры. Мало того, надо помнить, что если вы, допустим, хотите приваливать к шерсти ткани или волокна, вода вообще не должна быть теплой. Лучше вот именно комнатной температуры, чтобы руки не замерзали. Это самое комфортное. Уходит ее не так много. Мыло. Мыло, ну, самый роскошный вариант, который будет таким мягким и для ваших рук. Кожа только лучше становится. Это оливковое мыло. Самое приятное, но и самое дорогое. Это марсельское оливковое мыло. Его много продают сейчас в магазинах для рукоделия. Можно заказывать напрямую с фабрик из Европы. Но ничуть не хуже. Мыло турецкое оливковое. Стоит оно в разы дешевле. Его очень много сейчас тоже продают. В Европе оно продается, оливковое мыло, вообще вот как хозяйственное. То есть, за большой кусок, там, как правило, стоит евро или полтора. То есть, это приемлемые такие цены. Для работы большого куска хватает надолго. Пока я жила в Москве, я очень много работала с обычным хозяйственным мылом. Хозяйственное мыло чуть больше подсушивает руки. Но если особенно работать с необработанной шерстью, оно прекрасный антисептик. То есть, оно всякие загрязнения вот эти вот обеззараживает. И с хозяйственным мылом войлок уваливается отлично. Просто некоторые не очень любят запах этого хозяйственного мыла. Как альтернативу можно использовать хозяйственное мыло пальмовое. Вот тоже я много лет с ним работала. И я знаю, что такое вот мыло до сих пор продается. Оно совершенно недорогое. Для войлока это очень хороший вариант. Потому что оно достаточно щелочное и быстро сваливается шерсть. Мое любимое мыло было. Это Невская косметика. Я никак их не рекламирую. Но я должна сказать, что вот это мыло, мое любимое самое было. Оно очень недорогое. Вот беленькая Невская косметика. У него нет никакого лишнего запаха. Помимо отличных уваливающих свойств. Это тоже приятно. И очень хорошо валять с детским мылом. Тоже в фабрике Невская косметика. Оно гипоаллергенное. Но в нем нет никаких специальных смягчающих добавок. Вообще надо помнить, что излишние смягчающие добавки, они замедляют уваливание шерсти. Поэтому берем все простое. Вам нужен для работы будет уксус. Ну, у нас здесь не продают уксусную эссенцию. В России продают. Но если вы используете эссенцию, значит, будьте очень осторожны, чтобы не обжечь руки, чтобы не надышаться паров. Поэтому я вот всегда для работы беру уксус уже разведенный. Да, 6 или 9 процентов. Он абсолютно безопасен. Иногда он нужен, бывает, на первом этапе выполаскивания шерсти. И у меня вот в работе он всегда нужен на финальном этапе выполаскивания шерсти, потому что он работает гораздо лучше кондиционеров. Он нейтрализует полностью щелочной компонент мыла. И шерсть очень-очень хорошо смягчается. Если вы боитесь запаха уксуса, что вот он останется при финальном полоскании, можете не бояться, во-первых, он выветривается очень быстро, но можете добавить капельку другого лавандового масла. Вообще лавандовое масло очень хорошо бы иметь там, где вы храните шерсть или занимаетесь валянием, потому что оно защищает от моли. Точно так же, как в саше мешочки с сухой лавандой. Это прекрасное профилактическое средство. Что ещё? Многие для разбрызгивания воды считают, что вот если я занимаюсь войлоком серьёзно, мне нужна вот такая вот леечка, каких-то красивых названий не придумывают, но по крупному счёту называем всё своими именами. Это вот клизмочка такая с насадкой. Абсолютно необязательный объект. Удобный, но необязательный. Можно простые вот садоводческие пульверизаторы использовать. Я не очень люблю тот, где надо всё время нажимать на рычаг, чтобы пшикать, потому что если вам надо смочить водой большую поверхность, рука быстро устает. И так много всяких разных процедур мы делаем. У меня разбрызгиватель помповый. Вот вы завтра уже в мастер-классах по валянию увидите. Подкачал его сверху и потом дальше держишь, он поливает сам водичкой. Так же, как в саду мы используем. Чтобы излишне не тратиться на всякие эти приспособления, можно вот на Алиэкспрессе продаются вот такие вот крышечки с дырочками, поливалки для цветов. А можно просто пластиковую бутылку от минеральной воды вот с дырочками, сделать дырочки на крышке, тоже пойдёт для работы. Чем мы закрываем стол? Отличный вариант – тепличная армированная плёнка. Вот она такая, как в клеточку, да, и там проложены такие плотненькие, да, ну это не плотный, более плотный пластик, клеточкой такой сделан. Иногда бывает по диагонали. Вот такая армированная плёнка, очень удобно, её после работы протёр, она быстро сохнет, легко промывается. Вот такая плёнка, которой вы застелите стол, будет служить вам верой и правдой очень-очень много лет. Это отличнейший вариант. Но она каких-то денег стоит, но с учётом того, что одного куска плёнки на стол хватит там на год, а то и больше, в общем-то это получается недорого. Ещё отличный вариант, который нужен, если вы, допустим, сумки-тапки решите валять, да, что-то более грубое, это икеевская такая плёнка пупырчатая с бугорками, рифлёная, которую подкладывают, ну, в кухонные ящики, допустим, да. Раньше она называлась «Ротионель», сейчас вроде бы Икея поменяла это название, но то, что в каждом магазине Икеи вот эти рулоны есть, и они недорогие, это я точно знаю, это во всех странах одинаково. Она бывает белая, бывает серая в Икеи, бывает такая полупрозрачная. Вот это отличный вариант, если для небольших объектов. И на Алиэкспрессе вот такая же плёнка, ну, собственно, Китай для Икеи делает, у себя продают. Она бывает серая, вот прямо вот с этими же вот такими бугорками. Она на Алиэкспрессе стоит вообще копейки. И такой самый с давних времён популярный вариант покрытия стола и необходимый для катания в рулоне – это воздушно-пузырьковая плёнка. Она очень удобна. На ней удобно раскладывать и притирать войлок, катать с ней в рулоне. Есть в валянии одежды некоторые этапы, когда без такой плёнки просто не обойтись. В валянии ковров я тоже её использую. Есть только один минус у этой воздушно-пузырьковой плёнки, которую валяльщики все называют пупырка. Дело в том, что в эти пузырёчки, если они лопнули, наливается вода, собирается. И сохнет она очень-очень долго. Если влажность высокая в помещении, то вообще у этой плёнки из-за того, что в пузырьках собирается вода, появляется неприятный запах. То есть, вот это вот очень большой минус в работе. Но, собственно, его можно пережить. Это всё не так страшно. Ещё используется в работе, если вы уже начнёте сделать что-то более серьёзное, просто имейте в виду, что это может вам пригодиться. Плёнка такая тоже для теплицы её используют. Она бывает разных цветов. В среднем это в районе от 200 до 250 микрон. То есть, она сгибается, сминается по плотности, не такая жёсткая, но и не совсем тонкая, как тоненький полиэтиленовый пакетик. Вот из такой плёнки очень хорошо делать шаблоны для валяния. Это вот большие выкройки для валяния. Вот очень хорошо из неё делать. И очень хорошо, если у вас есть в арсенале упаковочная плёнка какая-то, потому что она может пригодиться вам для разных процедур войлочных, при окрашивании войлока, или как плёночка-блокиратор. Вот, тоже узнаете завтра уже, что такое блокираторы. Это, ну, как бы такие вот дополнительные элементы. Но можно взять даже иногда, бывает, обычную пищевую плёнку, и она прекрасно послужит вам в работе. Ещё важный момент. Это сетка для валяния. Я использую для валяния москитную сетку, которую купила, ну, ещё, наверное, лет 10 назад в Москве на строительном рынке. Эта москитная сетка, она не металлизированная, да, она, ну, вот из синтетических волокон. Причём, когда я её покупала, она была более жёсткая. Я её один раз простирала в стиральной машинке вместе с какими-то вещами на температуре 40 градусов. И она стала нужной мягкости. Вот она служит мне уже 10 лет. То есть у меня есть большие куски, есть маленькие куски этой сетки. Можно использовать старое тюлевое гординное полотно. Но некоторые используют фатин. Мне не нравится. Фатин цепляет на себя шерсть. То есть, ну, вот можно использовать какие-то синтетические трикотажные сетки. То есть это должно быть что-то сетчатое. Полотенца. Самый лучший вариант для войлока – это старые хлопковые полотенца. Не надо покупать новые. Старые впитывают влагу, отжимают войлок гораздо лучше новых. Именно хлопковые. Я не люблю полотенца из микрофибры, потому что она может пересушивать войлок, но потом это ужасно вредные волокна, которые портят экологию. Мы сейчас об этом не говорим, но хлопковые полотенца вам понадобятся и руки вытирать, и войлок отжимать, и сушить потом готовые изделия. То есть все старые полотенца соберите себе и оставьте их для войлока. Всё, теперь у вас нет проблемы их утилизации. Будете использовать их до победы. Потом простирывать тоже в машинке, и всё отлично. Для валяния вам понадобятся тазики. Ну, тоже, наверное, есть в хозяйстве, в арсенале какие-то, что-то выделите старенькое для войлока. Почему? Войлок надо бывает отжать. Надо бывает держать на столе тазик с водой. Надо бывает аккуратно что-то выполоскать. Поэтому вот тазик для работы нужен, причём достаточно большенький такой, чтобы вещи в нём были не плотно зажаты, а чтобы были свободны. Если у вас есть возможность, или, может быть, уже есть в хозяйстве тазик со стиральной доской. Вот не надо тратить деньги на покупку дорогой новой стиральной доски деревянной. Пластмассовая вот такая доска в тазике – отличный вариант. Да, иногда для усадки нужна стиральная доска. Бывает. Но вот можно объединить как бы два девайса в одном. Вот такие тазики очень хороши. Войлок, рулон войлочный часто приходится катать на какой-то основе. Я использую вот такие трубы. Это строительные трубы. Муж мне сказал, что их используют для прокладки, какие-то для электричества, какие-то для сантехники. Они бывают разные по диаметру. Вот у меня в арсенале они есть от дюйма, это 2,5 сантиметра, до 3 дюймов, это 7,5 сантиметра. Для разных вещей, для валяния разные. Но если у вас будет одна, да даже если будет просто палка от швабры, вам этого хватит очень надолго. И если ваши дети уже научились плавать, а вы не знаете, куда деть вот такие вот пенопластовые палки для плавания, забирайте их для войлока, они тоже могут вам пригодиться. Ещё, что очень важно иметь под рукой. Все говорят, утюжки для валяния. Самый первый утюжок, который у меня появился, и я до сих пор храню, это форма такой котлетки, камушки, которые помещаются удобно на ладони. Они бывают нужны, чтобы притирать. Можно пластмассовую мыльницу использовать с гладкими поверхностями. Если положить ещё в неё кусочек мыла, утяжелять, облегчать можно. Бывают алюминиевые утюжки для валяния, ими тоже очень удобно пользоваться. Я у себя в блоге на сайте писала подробно про утюжки, это отправлю вам ссылочку на эту статью вообще про инструменты для валяния. Очень хороши деревянные утюжки для валяния. Не гонитесь за всякими брендовыми, на той же самой ярмарке мастеров. Есть масса вот этих утюжков, и да, ими очень удобно тоже протирать войлок, но понадобятся вам такие утюжки уже после того, как вы научитесь работать именно ручками, и, допустим, с помощью какого-то камушка протирать. То есть сначала действительно не тратить на это особых денег. Много говорю, устала уже говорить, но что поделать. Перчатки. Перчатки для валяния. Могут быть, конечно, виниловые перчатки для валяния, просто для того, чтобы беречь ваши руки от мыла, от мыльных растворов каких-то, да, в процессе, от потертостей, можно использовать. Но часто такие перчатки бывают грубоваты, и для работы хорошо использовать более тонкие виниловые, или латексные, если у вас нет аллергии на латекс перчатки. Они хорошо, хорошо, получше облегают руку, и, допустим, для раскладки тонких волокон, часто для шёлка это применяется, их удобно. Но самые такие вот ходовые перчатки, это обычные полиэтиленовые, одноразовые перчатки, которые вот как для краски волос, да, бывают вот в упаковках. Вот такие перчатки. Они безразмерные, правая, левая рука в них всё равно, но с ними очень удобно работать. Иногда даже сеточка не нужна протирать шерсть, если у вас вот есть такие полиэтиленовые перчатки. Вот эти перчатки я обычно покупаю большими упаковками, прям 500 штук, стоят они недорого. Единственное, думая о нашей планете, я выбираю те перчатки, на которых написано биодегрейдабл, то есть они сами разлагаются, то, что я их выкидываю, это никому не вредит. И раз уж мы говорим о руках, имейте обязательно крем для рук, буквально на рабочем столе. Не надо никаких дорогих замороченных там. Я очень люблю болгарские крымы для рук, и у нас даже здесь в Канаде я покупаю болгарские, российские. Отлично. По составу хорошо, если вот тот крым на прошлой картинке был с календулой, вот для рук, когда вы работаете с мылом, хорошо, если в состав входит календула или алоэ, алоэ, потому что всякое мыло всё-таки сушит кожу, а алоэ очень сильный увлажнитель. И облепиха, потому что облепиха, ну, это огромное количество витаминов, это если вдруг какие-то потертости, какие-то царапинки, очень хорошо заживляют руки. То есть, вот самые простые вот такие уходовые средства, они в вашей ручке помогут сберечь. Это важный момент. И ещё, вот ланолин, допустим, я не использую никогда никакие кондиционеры с ланолином, поговорим об этом ещё. Для шерсти это не нужно. Но вот если вы увидите косметический ланолин, ну, вот добавьте просто его или вместо крема, или по первым слоям нанесите на руки. Это самое лучшее смягчающее средство. Но если уж возникли какие-то проблемы уже, то для рук есть в России и в Украине продаётся незаменимое средство. Это крем для доярок. Вот не удивляйтесь. Но это и снимает и отёчность, и боли суставов. То есть, это отличнейший вариант. Посмотрите, погуглите крем Зорька. Ну, чуточку я отвлеклась на наши девичьи косметические штучки. Но на самом деле, продолжаем про инструменты. Очень важно иметь хорошие острые ножницы. Ну, тут на картинке у меня физкорс традиционный. Я много лет с ними работаю, не жалуюсь. Мне нравится с ними работать. Ножницы для войлока нужны обычные, да, такие, как для раскроя. И ножницы вышивальные с острыми кончиками. Иглы. Войлок часто приходится прошивать, намётывать, подшивать. То есть, обычные вот, ну, все, кто шьют, все, кто вяжут, у всех есть обязательные иглы. И вот этот набор ваших игл, он вам понадобится для работы. Для более продвинутого валяния войлока. Потом, ну, посмотрите дальше, если уж займётесь. Но это не на начальном этапе. Когда-то могут понадобиться такие вот агрегаты. Это кардеры. Кардер для прочесывания шерсти, для создания блендов в домашних условиях. И вот он сам, вот этот вот механический кардер. А внизу, видите, лежит маленькая щёточка. Это карда. И бывает вот такой вариант, он подешевле. Это карт-доска. Это поверхность с такими иголочками специальными, на которые можно набрать шерсть нужных цветов, прочесать. И потом вот у вас получится для раскладки свой собственный бленд, такой вот смесь шерсти. Ну, я вот больше это использую именно для придения. Для войлока я смешиваю просто на ручных кардах. И, может быть, вы слышали или видели, что иногда для валяния используют виброшлифомальные машинки. Шлифмашинка, так обычно называют валяльщики, ускоряет процесс уваливания. В принципе, если с ней умеешь работать, ничего в ней особенно вредного нет. И вся эта вибрация не так уж и страшна. Надо просто соблюдать некоторые правила. Особо дорогую шлифмашинку тоже не обязательно покупать. Я много лет работала с самой простой и дешёвой. Удобно. Но и если вы решите заниматься войлочной одеждой, а если вы уже всерьёз шьёте, скорее всего, у вас есть манекен. То есть любой портновский манекен, который уже у вас есть, он прекрасно подойдёт и для войлока. Для войлока мы манекен можем просто сверху закрыть плёнкой, надеть на него большой полиэтиленовый пакет, тогда от влажного войлока манекен не пострадает. Мы на войлоке практически, на манекене мы ничего не валяем. На манекене иногда надо будет высушить, сформовать, да, вот окончательно, да, чтобы имела вещь какая-то, жилет, джакет, пальто, придать форму. Ну, собственно, и всё. Как бы больше на манекене мы ничего не делаем. Ну, примерку можно, посадку делать на манекене. То есть отдельный какой-то специальный манекен для валяния, ну, честно скажу, это блажь, это кто-то зарабатывает деньги. Обычный манекен подойдёт. Редактор субтитров А.Семкин